В Нижегородской области активно внедряется в систему социальной поддержки «Гостевая семья». И в регионе уже более десятка семей взяли на себя ответственность ухаживать и помогать людям преклонного возраста. «Гостевая семья, она, на мой взгляд, обеспечивает и более полный социальный уход, и обеспечивает общение с человеком, и на своем практическом месте». Располагаться «Гостевая семья» по закону может как на территории того, кому необходима помощь, так и на жилплощади того, кто эту помощь готов оказать. Договор оказания подобной социальной помощи заключается в трехстороннем формате. Одной из сторон выступают работники социальной службы. Их задача раз в квартал проверять условия, в которых живет пожилой человек. Соглашение о гостевой семье заключается на полгода с возможностью последующего продления. Соглашение о гостевой семье предусматривает, что человек может какую-то часть своих доходов, я имею в виду опекаемые, перечислить в фонд гостевой семьи, за счет которого будет осуществляться и уход, и покупка продуктов, медикаментов, предметов ухода за ним и прочее. Заключить соглашение о гостевой семье может любой пенсионер, попавший в ситуацию социального одиночества. В первую очередь рассматриваются кандидаты с хроническими формами заболеваний легких, сердца и головного мозга. Как пояснил Сергей Козлов, заработать у тех, кто решил помочь старикам, заключая договор о гостевой семье, не удастся. Соглашением предусмотрено, что не менее 30% от дохода пенсионера остается у него на руках. Это единственное имущественное соглашение. Других прав, например, на квартиру в последующем или на какое-то имущество этого опекаемого вы не имеете. Форма социального ухода за одинокими пожилыми людьми и гостевая семья создавалась не для получения какого-либо дохода. На первый план в этих взаимоотношениях выходит милосердие, сострадание и желание сделать жизнь хотя бы одного человека немного лучше и светлее. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.